Уже четвертый год подряд в середине мая универсальный зал спорткомплекса «Волна» становится площадкой для проведения фитнес-марафона. Как и ранее, принять участие в нем могли все желающие, независимо от пола, возраста и комплекции. В течение четырех часов участники фитнес-марафона ознакомились с основными направлениями в современном фитнесе. Фитнес-марафон мы проводим, естественно, для того, чтобы сформировать традицию населения заниматься активным отдыхом в формате фитнес-класса. Мы популяризируем направление всевозможной здоровительной и физической культуры, развиваем и показываем всю классификацию, широкий спектр направления здоровительной тренировки. Организатором фестиваля выступил факультет организации здорового образа жизни Полецкого государственного университета. Всем пришедшим на это мероприятие предложили принять участие в мастер-классах под руководством опытных инструкторов из Пинска и Минска. Они продемонстрировали различные современные направления фитнеса. Сегодня в программе у нас функциональный тренинг с использованием степ-платформ, у нас майн-боди, силовой класс, у нас танцевальная аэробика. И, конечно, сегодняшнее утро мы начали с йога-латоса для того, чтобы все смогли проснуться и зарядиться положительными эмоциями. Каждый специалист провел мастер-класс по тому или иному направлению фитнеса. Инструктор Татьяна Литвинчук представила такое направление, как степ-функционал. Степ-функционал – это тренировка с использованием степ-платформ. Выполняются различные упражнения, как силовые, так и аэробные, для того, чтобы подготовить максимально тело к обычной жизни. Выполняются простые движения для улучшения качества нашего движения. Общеизвестно, что физическое здоровье неделимо от здоровья умственного. Как привести в равновесие ум и тело, благодаря направлению mind and body, объяснила и показала фитнес-инструктор из Минска Жанна Ливоцкая. «Само за себя говорит оно, потому что это разум и тело. В нашем теле должно быть все гармонично, и разум должен все-таки, тело должно подчиняться разуму. Эти тренировки направлены на развитие, в принципе, всех физических качеств. Это сила, это координация, это гибкость, это выносливость, а также на координацию веса, что необходимо нашим девочкам обязательно». Последним аккордом в четырехчасовом марафоне стали занятия по зумбе. Как утверждает инструктор по этому направлению фитнеса София, зумба – это и просто, и весело, и доступно всем. «Я родом из Пинска, а сейчас живу и работаю в Минске, поэтому очень рада была, что меня пригласили на фитнес-марафон. Я с удовольствием приехала. Зумба – это танцевальная фитнес-программа на основе латиноамериканских и мировых ритмов. В зумбе можно услышать сальсу, меренги, кумбию, регетон и другие направления. «Это универсальная фитнес-программа. Ее разработал, кстати говоря, колумбийский хореограф Бетто Перес, мужчина. Просто у нас такое восприятие к фитнесу, что это больше женское направление. Это кардионагрузка по своему смыслу, а по ощущениям это дискотека. Это очень весело, и именно поэтому она так нравится и получила большое распространение по всему миру». Несмотря на обилие различных систем и методика оздоровления и поддержания тела в тонусе, главная цель фитнес-фестиваля – обратить внимание представителей разных категорий населения на собственное здоровье. И судя по количеству участников, а их было около 100 человек, организаторам фитнес-марафона это удалось.